итак мы начинаем специальный мануальный массаж который предшествует мануальной практике когда вот мы слышим хруст трастовой техники вот эти до массаж делается достаточно жестко ну вот мы уже прогнать продиагностировали человека даже вот визуально видно сразу до что у него вот есть искажение в грудном отделе до сколиоз грудной левосторонний ребра вот приподнят и видите гораздо выше чем эта часть это лопатка опущена через давление на печень с этой стороны на почки вот ребра тут вот гораздо ниже от подвздошной кости пролазит вот буквально полтора пальца вот таких а здесь пролазит весь три пальца даже вот так вот развернуто поясницу быстро прощупали здесь тоже видно что ответный обратно сколиоз вот в этой части в правую сторону до получается сразу мы на холодную не будем делать да а сначала такой серьезный массаж и сделаем давай поворачивай помощь лбом опереться в стол прощупаем вот тоже повернут позвонки прям сразу видно да вот на и направо тушу позвонок эти ровные вообще перед мануальной терапией себе можно поставить задачу заранее до просмотрев таким образом прощупить достаточно быстро и пометив области действия где мы будем работать фломастер не бойся потом сотрется вот позвонок здесь вот это здесь этот на месте никогда нельзя смотреть по одному позвонку всегда проверяется два как минимум про сверху и снизу тут он выпрямляется вот пошли ровные позвонки так по быстрому пометим их причем не с ротацией с ротация это получается что боковой отросток позвонка которым крепится ребра он здесь приподнялся если видели вот на рисунке показывают сзади мы смотрим ассисты отростки да если он сдвинут в бок ротирован получается да то с той стороны боковой отростка не ветер поднимаются и вот пошло ребро ребро поднимается в итоге получается этот реберный горб волна такая вот с этой стороны здесь мы так подробно не буду до учить вот сторону пошло здесь тоже одесса не ротированы вот сюда здесь вот сторону вот начинается крестец получается таз здесь выше вот линия таз здесь ниже если провести вот так линию до этого видно насколько они не совпадают и вот эти косточки да то что тоже получается здесь вот здесь вот этот отдела ведь расстояние тоже разные здесь от меньше здесь больше заметно да что несимметрично это может повлиять на то что у человека будут разной длины ноги так но начнем с их массажа спины делается с маслом достаточно глубокое проникновение идет в тело человека сначала я разогреваю растираю достаточно быстро и энергично в работу включаются локтевые части поэтому сразу их смазываем чтобы ли готовы и даем человеку понять что будем работать достаточно жестко уже руками да ну пока мы поглаживаем как бы договариваемся с его подсознанием ты и я мы с тобой одной крови помнишь как в маугле было как надо повернуть голову теперь другую сторону вот тогда шапша и не затекала то что будем работать с этой частью и потихонечку не становится более энергичная массаж спины включается себя от зон от ягодиц до плечей шеи и затылочной зоны прием метелка называется ведь как сразу покрасили идет гиперемия заметно да вот некоторые мне кстати клиенты говорят знаете что как вы в этом рекламе блин да нет яйцо когда намазали помните одна половинка мягкая стала другая такая жесткая они тоже чувствую здесь как бы закрепощено сюда а здесь прямо размягчились мышцы стали такие мягенькие и соответственно температура я обычно говорю людям что вот растирание это прежде всего передача кинетической энергии через трение в тепловую да то есть повышается температура в этой зоне можно пощупать здесь похолодней здесь погорячее он 1 на 2 градуса теплее плечи расслабляй ведь плечо прилипает к столу не очень подвижно и зовут этого сколиоза начинаем уже более глубоко жестко проходить и в нашем массаже у нас включены вибрации постоянному вибрируем постоянных тела человека в разных осях в разных координатах вибрирует уже вот на русский очки слышал да отлично уводим лимфу и уже забираемся достаточно глубоко можно слышать щелчки вот ведь постоянно тела в движении расшатываем расшатываем сочленения с и вытягиваем раздвигаем его стараясь отдышать вместе со мной данный момент я свою спину тоже на самом деле растягиваю тренирую она у меня во всех плоскостях у самого ходит и так скажем тренируется правится ну и теперь большой такой выдох продолжаем постоянно раскачивать выдох отдыхаем теперь спокойно и проработаем спереди грудные мышцы дельтовидную переднюю да вот который тут крепится про него часто забывают на если они укорочены как раз плечи и разворачивать вперед вот иногда бывают люди которых не оторвать его от стола плечо все нормально вот сейчас мы еще больше расшатаем у тебя хорошо лопатка классно да но многие приемы честно говоря разоработаны олегом алафом гудвином они уникальны этот прием называется раскачивание топорик ведь похож на топорик да вот это железный такой вот это ручка его так раскрыли лопатку побольше теперь здесь а это рука просите внимание продолжает расшатывать тело человека постоянно в движении терпимо так потому что ты живут болевые точки триггерные зоны методом шиатсу появляются и видите эта рука не дремлет она постоянно работает подает тело и организм для того чтобы более податливый включена у нас движение точек потерпи еще потерпи я знаю болезненно этот триггерные точки методом шиатсу продавляем их напрях сервис лучше еще и как бы лопатку накатываем на свой палец видите о хорошо заходит его даже почти не видно за лопатка ведь у некоторых людей по два по три пальца так можно проникнуть так считаю что размяли и готовы к манипуляции мануальной рука вести свободно ослаблено начинаем сверху выдох все лежишь отдыхать нормально терпимо да ну молодец ты молодой сегодня здесь ребра торчали вверх поэтому достаточно сильно проработаны туда вдавливали теперь будем продолжать противоположной стороной работать да но в этот момент я до меняем голову и в принципе желательно толку вверх это вы не составляем я очень человека поздравляю могу вас уже поздравить со здоровым румянцев на пол спины это хороший показатель значит коробочение отлично торфи к ткани в норме до турбор кожи тоже прекрасный я говорил гагарин полет первые пять минут идет нормально быстро согревающие энергичные техники уже более глубокое проникновение на самом деле не видно для пальцем вхожу достаточно глубоко я систо отростки подбиваю вот туда перпендикулярно позвоночнику как бы хорошо то вы стремясь развернуть на страпе своем участие захватываем и тянем назад вот она так очень хорошо расслабляет когда мы их назад вытягиваем миофасциальный релизинг вот такой прием это переходим уже более жестким кулачковым техникам разумеется до покраснения где он уже говорил до покраснение это признак хорошего результата синяков не останется профессиональной деятельности массажиста синяков не должно остаться даже при самой глубокой работе тимур уже привыкли к таким процедурам все нормально да завтра даже спина болит не будет обычно предупреждаю что завтра меня не ругайте а то икать буду чуть-чуть поболят мышцы спины так вот помните он был тут сжатая было да и теперь это разжимаем своими локтями от ребра отдельно таз отдельных противоположную струну вот висках растягиваем в разные стороны нажимаем и пробиваем таз отделяя его вот поясницы терпимо сюда не отдает ну соответственно у тебя нету зажима корешков есть даже из грыжи дата можно проверить вот так нажимаем и 5 с 1 мягко не больно внутри до позвоночники нет нет не вместе нажатия в глубине тут тоже не больно теперь и 2 и 3 не больно или 1 и 2 не даже я поздравляю грыжу нету просто искривление эти места отдельно пробиваем дальнейшей работе нам понадобится немножко тут отделять крестец вот крестец да вот подвздошной кости это хорошо видно вот на этом рисунке такие коротенькие мышцы по которой редко кто помнит из массажистов уникальная тут связки до пояснично-подвздошная и крестцово-подвздошная они коротенькие по сантиметрику идут парнях никто не знает но обычно использую данному как раз в работе с ними активно работаем вот я в них прям палец продавилки терпимо да и с этой стороны продавили то есть получается буква ви победа вот такая буква по которым а через свой палец вот эти сочинения продавили пробили простучали раздвигая их таким образом сами позвонки расшатали в очередной раз достаточно грубо и далеко уходим дальше до глубоких слоев переходим к активным техникам подбитие пояснично-подвздошных сочинений ой поперечных ребер сочинений и начинаем энергично трапезу расшатывать желчайшие мышцы квадратные мышцы и ягодичные расшатали человека в противофазе выдох заметьте от упираюсь в подвздошную кость да и в нижней ребра вот раздвигая их это уже пошли я раздвигаю межреберное расстояние это уже конкретно мануальная техника ведь я уже не массирую я уже раздвигаю работаю все тело синхронизируем свое дыхание выдохами со мной молодец колки динам еще раз отлично по длине и такой выдох и сейчас предупреждаю что посильнее пройдусь чуть-чуть голову сюда чуть-чуть так и выдох отлично терпимо капитан майором тебе сделаю сейчас там полковником ну тут лопатка ведь получше отходит впереди мышцы тут не болят нормально до прием вращения топорика там агавка и растяжение лопатки вот в сторону и в эту и в эту трапецию отдельно проработаем она часто где спазмирована немножко может и тут больно быть и вот и потерпи точки такие чуть-чуть потерпим и все расслабились ослабились рука просто висит отдыхаем пока заканчиваю спиной со спиной до предлагаю человеку положить руки под лоб дружище я тебя поздравляю со здоровым румянцем на всю спину есть хороший результат кто молодец я молодец я молодец я молодец так продолжаем сейчас будем работать теперь с шеей вот пока человек лежит до уже плёк мы по принципу эргономики минимум обходим человека сразу начинаем отсюда вот сразу его так раз растерли я конечно немножко взмок но вы понимаете что такая работа это как спортивная тренировка для меня самого то есть не надо фитнес ходить меня спрашивают а где ты мышцы такие накачал а у меня трицепсы знаете какие а бицепсы по здесь потому что работа живым весом потому что я людей ворочу целыми днями вот и настоящий фитнес согласны да кто согласен поставьте лайки не забудьте подписаться стойка киба даче переходим к боевым действиям восточных единоборств и внедряемся в тело глубоко пошли пошли его добивать таз отодвигаем дальше 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 продолжаем декомпрессировать чувствуешь как поясничка растягивается а мы еще подиаганали вытянем многие секретные техники пророка гудрина к нам пришли поэтому они такие несколько несколько уникальные даже техники и свое название вот это вот запуск ракет пво с 500 где пошла ракет пошла ракет пошла расслабь плечики загребаем тряпецию и рисуем эпалеты гусарские пиолета тебе эпалеты знаешь что такое ну это такой военный погон 19 века везде у нас вибрация включена и натянули голову мощным рывком на себя потерпи знаю болезнь да да вот это потому что это зажатый зажатые сухожилия которыми крепятся вот тут мышцы вот они болели да я чувствую немножко тянет их медным шатсу поработать как на рояле пальчиками дорыми фасоли седа и мощный откат энергии ну тут болезнь поэтому предлагаю нормально да переждать немножко и теперь прием одеваем череп на коготь орла втыкаем сюда в точку конфуция и на себя натягиваем раз два хорошо пробивает мозги потому что мы через продолговатый мозг практически в мозжечок попадаем чувствуешь да взбодрился да угу и уводим лимфу вон туда расслабляйся расслабляйся многие спрашивают меня зачем ты массируешь голову и уши то оказывается здесь же тоже точки где живут на ухе перевернутый человек вверх ногами в этого голова вот глаз почему надо аккуратно протыкать уши когда сережки делается вот ухо иначе может попасть вот им захребет щупают вот поясница вот крестец вот ноги продавили печень почки вот например я вам говорю да вперед зарос человека вверх ногами вот тут у него поясница пришла ко мне девушка у нее болела тут мышцы никак ее не отпускала да вот та самая пояснично подвздошная вот эту показывал да и что я сделал я прикрепил ей прищепку вот сюда пока работал со спиной потом прищепку снимаю хопа а она говорит оп и тут прошла боль и прям щупаю и мышца обмякла туда проминается представляете вот он результат точечного массажа а вы говорите зачем далее позвоночник он у него есть акупунктурные точки проникающие ну и нервирующие все внутренние органы и эти точки не только здесь заканчивается где позвоночник идет они еще и по шее и по черепу идут поэтому здесь мы их тоже проминаем вот считать что я тебе продолжение позвоночника проминаю точки шаолиня в шаолине мастера были лысые и они на этих точках рисовали иероглифы тык 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 и когда дети там приходили вот они сидят смотрят на своих лысых там отцов учителей да они запоминали название этих точек по этим иероглифам и теперь мощная декомпрессия черепа вот отделяем череп от туловище вот такой прием прищепка а вот я вам расскажу секрет массажа рельсы-рельсы шпалы-шпалы знаете да но не знаете для чего он делается вот мы ставим шпалы продавливая поперечные отрестки и теперь сгоняем по рельсам энергию вниз энергию вниз сошла вот нарисовали рельсы-рельсы шпалы-шпалы molta по одному запуска ЕТ кур она расшатывает позвонки а отпускают помните ракеткой запускали влагонетку с инструментами перевезла инструменты в новую пустую шахту вот это ракеты в шахту шахта Вторая ракета пошла. Извини. И назад уходит пустая. Продолжаем расшатывать позвоночник. Растягиваем его. До головы лучше лбом вниз. Расшатали. Вот видите, весь позвоночник ходит худым. Такие скручивающие элементы. Плечи не поднимай. Расслабились. И начинаем. Сдирать кожу. Мало бы, сдирает кожу шер-хана. Четырьмя мощными потоками. А теперь засыпаем вот эти наши шахты. Следы полностью убираем. Дальше перейдем к более тяжелым практикам. Мануальным теперь человек готов. Планальным практикам со спиной. Но, сначала его вытрем. Потому что скольжение здесь недопустимо. Вот проверим человека стоя. Те приемы, которые нам не хватило. Расслабляй, расслабляй шею. Как ты держишь? Во, во, расслабился. Нам не хватило, например, лежа сделать. Переворачиваем человека. Не хватило. Так, повернули в другую позу. Не получилось. Добавили сидя. Некоторые приемы себя дублируют. Да? Ну, вот есть. Расслабшую, расслабь. Вот. И проверяю шейные позвонки. Некоторые себя дублируют приемы. А некоторые прямо уникальными являются. Все. Сейчас этот позвонок попробуем вставить в положу сторону. На меня прислонись. Угу. И вот так, вот так. Еще, еще расслабляй. Расслабляй. Голову расслабляй. Прослабь. Прослабь. И еще. Не ты держишь. Вот так. Расслабили. Расслабили. Ну, плечи расслабляй. Теперь хватай себя за шею. Подбородком касается ключицы. И начинаю скручиваться по одному позвонку. Вниз. Вот так вот. Ниже, ниже, ниже. Давай скручивай. Скручивайся. Как улитка. Локти вместе. Стоп. Неправильно пошел. Еще раз назад. Таз не отдавали назад. Тут плечи расслабили. Вот. Оба плеча расслаблены. Локти вместе. Угу. И еще раз. Скручивайся. Я тебе буду помогать. Вот так. Стоп. Стоп. Все. И на меня. Заваливайся. Угу. 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 Вперед. Стой. Нормально? Да. Вытепил еще раз сюда. Вот мы меняем положение рук немножко, да? И идем по позвоночнику выше, выше, выше. Вот сейчас вот до середины шейного отдела дошли. Локти вместе, прием чуть по-другому Смотрите сбоку На меня падай, падай, падай На пяточках стоишь И такой пал завалился И теперь голову под череп Большие пальцы вот так развернули Ага И вот два приема здесь Пальнишь на меня Встал, руки расправил Не, 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 локти я имею ввиду Тут замок, здесь замок Смотри вверх в потолок Локти расправил И теперь вот такой прием Ага Вот так мощный щелчок был, услышал? Ага Вот это второй позвонок С Атлантова вместе Разгрузились Так, теперь Ничего не делай Манюш к твоему плечу проработаем Ага Расслапил, ага Расслабил, расслабил самичное дело почти расслаблено и еще раз мелкие подходы такие но это уже хорошо эта рука висит все руки висят свободно поднимая правую коленку вверх смотри в противоположную сторону отлично теперь вот так вот выдох еще раз левую коленку вверх включается танго а ты расслабься о все выдох смотри вверх ну тут достаточно гибкий ну все взбодрился готов к труду и обороне с вами был олег логутвин подписывайтесь на канал